В детском саду «Радость» с самого утра творятся настоящие чудеса. Извергаются вулканы, меняют цвет вода и еда, сами по себе надуваются воздушные шарики. Это воспитанники детского сада ставят свои первые эксперименты в рамках проекта «Неделя науки». Цель этой недели – развивать познавательную активность, любознательность детей. На этой неделе дети вместе с педагогами, даже с родителями, проводят опыт, эксперименты, делают выводы, обобщают, ну и, конечно же, приходят к новым открытиям. Совершать открытия ребятам помогают воспитатели и будущие педагоги дошкольного образования, проходящие практику в детском саду. Сегодня мы подготовили научный практику для старших дошкольников. Мы сегодня их познакомили с такими базовыми понятиями, как кислоты и щелочи. Мы проводили с ними различные опыты. Мы соединяли элементы, то есть такие, как лимонная кислота, пищевая сода и наблюдали за реакцией этих элементов. Впечатлений от новых открытий масса. Мне понравился эксперимент с шариком, потому что он надувался классно так. Была там, ну, кислота лимонная и сода, а потом туда добавили воду, и там вулкан подлетел. Из него такая кожа, да, венка уходит, переходит, как настоящий вулкан. Все, что нужно для опытов, можно купить в магазине и аптеке. Например, в старшей группе ребята с помощью йода тестируют продукты на наличие в них крахмала. Крахмал посинеет. Крахмал и посинеет, и позолотеет, и вообще почернеет. А если золотой останется, то там крахмала нету. А если синий будет, ну, или черный, фиолетовый, то там крахмал есть. Но главным ингредиентом успешного опыта, конечно, является фантазия. И вот уже краска на поверхности молока разбегается в стороны от капельки жидкого мыла, а масло в стакане с водой превращается в лаву. Вода и масло, ребята, имеют разную плотность. И к тому же обладают свойственным смешиванием. В рамках ФГОС мы выполняем такую задачу, как развитие познавательно-исследовательской деятельности детей. И вот здесь важно, потому что все это развивает мышление, фантазию, все это развивает креативность у детей. Это очень важно, потому что сегодня мы воспитываем инженерные кадры страны. В детском саду «Радость» возлагает большие надежды на своих воспитанников. Елена Шестакова, Михаил Марков, Новости Губкинского.